здравствуйте дорогие друзья сегодня в нашей студии уважаемый человек историк с большой буквы даже похвалю или с гордостью скажу мой учитель мой декан амальдин ркевич кашкин баев здравствуйте сегодня как всегда речь пойдет о истории истории которая должна опираться на архивы на документы на те свидетельства прошлого которые показывают как жили наши предки как складывались отношения с другими соседними народами государствами и институт истории государства это научно-исследовательский институт который занимается изучением современного развития нашей страны опять-таки опираясь на наше богатое прошлое рассматривая в том числе и те контакты которые были в прошлом у казахского государства соседними странами вот амальдин ркевич у нас специалист по отношениям с россией да сам россии казахстан и россии то есть казахстанское российские отношения до в контексте от каких-то временных политических экономических социальных изменений которые проходили на территории нашего огромного континента евразии и естественно что отношения складывались на протяжении веков и из это отложила свой определенный отпечаток на тот формат отношений которые существуют между нашими странами и нашими народами вот насколько мне известно в багажем инвер кечи есть уже несколько монографии на эту тему казахстан и россия и другие книги множество научных статей публикаций вот и в этот раз вы побывали в рамках данного проекта исследования об отношениях между казахстаном и россии в архивах санкт-петербурга санкт-петербурга нам очень интересно узнать вот с каким багажом вы прибыли как что интересного вы нашли в этот раз ведь принципе это можно сказать что архивы санкт-петербурга исследованы казахстанскими учеными но тем не менее каждый раз вот каждый исследователь находит что-то очень интересное вам слово спасибо арман муратович ну во первых спасибо за то что твой как мой бывший студент упомянули о моей бывшей деятельности в качестве декана исторического факультета сегодня сейчас называется в российский национальный университет вы были в числе первых студентов с которыми я начинал в качестве декана и были очень интересные моменты и мне очень приятно когда я сейчас встречаясь в каких-либо учреждениях за на улице своих студентов я никогда мне готов идет наш бывший декан наш декан мне это очень приятно ну теперь перейдем наверное к более серьезным вопросом конечно более серьезный вопрос наверно нужно начинать с того момента что вот буквально на днях наш президент костюмур токаев выступил с очередным обращением к народу казахстана и обратил внимание особое внимание на основе на развитие на современном этапе науки ну раз наука это и историческая но несомненно обозначил определенные моменты как стимулировать как сдвинуть с места с места или дальше определить дальше обеспечить дальнейшее развитие исторической науки чтобы историческая наука освещала объективно и точно те события которые произошли и которые сейчас происходят мы вот об этом буквально недавно говорили с директором института герка на был был нашим гостем нашей студии теперь что каких каким образом я оказался в санкт-петербурге дело в том что мы сейчас в институте работаем над грантовой темой россия казахстан комплексные изучает казахстан россии комплексные изучение истории становления и развития взаимоотношений хронологическая рамка то 16 век и завершается современным занимаются такие вам известны но ученые как а яган вы лапина николая сергеевича зная все это и молодую наш ученый окон 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 и вот эта программа нам позволяет быть в поиске в архивах соседнего государства как россия и предполагаем конечно в дальнейшем если будет возможность конечно поискать материалы в других регионах тут понятно да акторов за казахстан и россия сам так а что значит комплексное изучение вот я сейчас хочу сказать дело в том что для изучения того или другого объекта из истории просто взятые отношения видимо сейчас уже не подходит поэтому нужно изучать рассматривать взаимоотношения данном случае казахстан и россии исходя из разных позиций разных точек зрения вот я сейчас хочу сказать об одном моменте недавно возможно с вашей помощью эта статья будет появится и на портале история казахстана и статью я обозначил так изучение взаимоотношения между россией и казахстаном и россии используя новый метод новый метод то есть этот мир но новый метод означает что допустим есть документы изучаешь этот документ и на основе использования выяснения тех или других термина определенных терминов можно выходить выходить на какую-то новую что ли позицию вы допустим казахстан взаимоотношения казахстана и россии всегда связывают с тем что 18 веке нависли определенные угрозы над казахстаном джунгарская война это взаимоотношения со среди среди азиатскими государствами и это привело к тому казахстан нашел опору что ли в лице мощного соседнего государства российской империи тогда получается что мы упускаем определенные объективные моменты и только рассматриваем казах как бы в лице российской россии российской империи того времени видим защитника что ли казахстана от внешние в него от внешних посягательств вот я сейчас просматриваю первые контакты когда как и когда стали появляться взаимоотношения между государственной но я уже здесь отбрасывает торгового отношения или другие отношения которые берут древние более древний период допустим 18 всем на 18 веке в начале 18 века некоторые казахские ханы в том числе хан каиб хан хан абул хаир известный стали выходить на представителей российской империи это соседи сибирское генерал-губернаторство а там на западе это оренбургское генерал-губернаторство якобы с тем чтобы они хотят принять подданство россии мы здесь уже один интересный момент оказывается вообще вот этот вот термин подданство появилась при петре перо но если перевести на современные по на современные понятия это означает принятие гражданства понимаете вот как будто казахстан тогда казахских ханства входит состав российского государства как субъект этого это империи так ли это на самом деле и вот изучая письма которые писал кайф хан и других антого периода я обратил внимание на вот такой момент мы хотим быть с россией в вечном военном союзе вот это совсем другое вот понимаете вот вечном военном военном союзе теперь союз не предполагает вхождение конечно же военный союз это защита совместно это обороны и так далее мне прекрасно поняли вот откуда вот это вот стремление быть вечным военном союзе действительно тот период обозначен конфликтами казахского ханства с соседними государствами среднеазиатские ханства с джунгарами ну какие-то конфликты могли происходить и с китаем но здесь возникает другая ситуация кроме этого еще в тот период обозначается определенными конфликтами на западе казахстана она младшего хана младшего джуза быть в конфликте с башкирами здесь джунгары есть и вот оказывается получается какая картина башкиры совершают набег и это без обиды будем говорить это исторические факты на те на казахов казахский казахские воины стремятся защититься оттеснить их от от за свои пределы и иногда конечно могут оказаться на территории башкирии но здесь интересный момент башкиры вот в этих документах говорится как подданные россии то есть они находятся под защитой российской империи и вот подумав над этим вопросом кайф хан и другие решают а почему бы нам не быть таком же положении как допустим башкиры чтобы находясь в составе одного государства ряду империи быть во первых на равных правах если допустим какие-то конфликты возникает решать совместными правом поле на есть меня до правом поле без вмешательства для себя вот поэтому ну это один такой момент другой момент это джунгарская нашествие война с джунгарами уральтов иратами мы говорим калмыками тоже очень интересный момент когда российские некоторые ученые говорят приближение казахского казахского ханства и сближение казахского ханса взросления готов была угроза со стороны джунгарии они не могли шаблон уже даже сложился но здесь также вот один такой момент есть ну допустим мы знаем о совершаемом а совершенным полковником бугольцем экспедиции экспедиции вы знаете проходила через сибирь и вот через реку ирты же но здесь оказывается был такой случай когда бугольц отправляет своего посланца к джунгаром вот этот пазл посланец оказывается в плену у казахского хана каипа так и видимо каип знаком с содержанием этого письма тогда получается какой-то нюанса которому нет мы не хотим говорит россия минуя казахского ханства пыталась наладить какие-то отношения джунгарий это стало становится известным каип ханов и вот как бы поступая превентивно как мы говорим опережая какие-то события чтобы джунгары не воспользовались мощью соседнего государства и не были бы как бы серьезным противником для казахского ханства я почему говорю так может быть могу ошибаться мы же с тобой с вами знаем историю казахско джунгарская война это не 17 век это давний период когда они воевали за территорию за пастбища и так далее там подобное и конфликт у них происходили всегда но здесь нет того случае когда можно подставить окончательную точку берет вверх джунгары берет вверх казахи то правда есть анракай нет алкоколь слома но это совсем другой момент это совсем другой момент это одним словом арман муратович вот эти вот моменты а еще третий момент и когда мы сегодня говорим о казахско-российских отношениях исторических условиях сближения двух государств культурном сближении народов до государств мы пытаемся сделать акцент вот на такие вот моменты то есть желаемые для историографии россии нежелаемых может быть они неправильно выражать но тем не менее нежелаемые для историографии казахстана и вот поэтому мы говорим нужно подходить комплексно вот теперь и будем переходить к поездке в санкт-петербург задача заключалась в том чтобы изучить документы по возможности касательно касаемые казахско-русских отношений с в архивах санкт-петербурга почему у меня такое желание ну во первых мы знаем что в 19 веке казахская делегация часто бывала санкт-петербурге почему потому что здесь столица тогда столица российской империи центр культуры экономики науки и так далее там по во время крупных таких событий да вот и на три момента хочу обратить внимание тысяч середины тысячи ой 19 века это 1865 год мы знаем что допустим это время пребывания шохану алихану в петербурге туда прибывает делегация младшего джуза младшего джуза далее где-то в 90-е годы есть информация о том что делегация представители среднего джуза также посещают санкт-петербург тут санкт-петербург и третий момент это тоже известное событие празднование 300-летия романовской династии это 1914 год трехсотлетие и на это мероприятие были опять приглашены казахские представители казахского казахской степи будем так аристократии аристократии я согласен там были такие люди которых можно было без стеснения показывать российским деятелям культуры и науки ну пусть им приглашали вас нам до председателями султана очень дали дом были это это хорошо пусть по и пусть будет так но меня интересовало где следы вот этих вот посещений где можно были интересны на эти моменты но к большому сожалению виду сложившейся сегодня ситуации архивы работает по другому графику и мое посещение не дало возможности почти посетить посетить архивы от государственной архивы санкт-петербургом как жаль жаль но зато я у меня была возможность очень плотно поработать в редких фондах бывшей публичной библиотеки имени сантыкова щедрина сейчас оказывается это библиотека называется российская национальная библиотека мне и ранее был знакома библиотека российской академии наук санкт-петербург редкий фонд и работая там я как бы народ для себя нашел новые материалы в какой-то степени просматриваемые и ранее и имеющие какие-то отголоски сегодня вот допустим один материал который я обнаружил в историческом зор журнале сороковой год номер семь статья господина и лирецкого экспедиция князя черкасского схиву знаменитой знаменитой экспедиция вот и когда любого студента студент спросишь исторического факультета знаю про эту экспедицию экспедиция была направлена для того чтобы точно узнать насколько богатый среднеизвестные государства то есть россию россия находилась в состоянии войны с европы с швейцей казна истощена пополнение нужно и тут появляется информация о том что золото бухаре до лопатой гребить лопатой греби но знакомец с экспедиции князя черкасского приходишь к выводу что основная задача того периода стоящие перед российской государством в том числе первым императором российской империи петром первым заключалась в том чтобы дойти до индии а через индию вот через среднеазиатские государства через казахские степи знаете вот я сегодня подумал вот таким вот образом есть у нас определенный термин петр первый значимость деяния деятельности петра первого заключается в том великого идея не что он пробует окно европу нужно тогда получается он куда-то закрыл двери что ли но это я просто сегодня так подумал тем не менее это над этим вопросом тоже стоит подумать это раз и вот как можно быстрее быстрее и легче добраться до инди считающейся тогда очень огромной богатой страны выясняется что ранее в каспийское море впадала амударья потом каким-то образом русло повернули другую сторону и и вот задача черкасского заключалась в том чтобы точно выяснить вообще-то мы про черкасского говорю что он первый человек который нарисовал карту каспийского моря выяснить было ли так если так то твоя задача это очень приближенный был человек к петру первому они начинали вместе работать как будем будем сегодняшним языком говорит и занимались как бы обустройством россии того периода и вот черкасске и отправляется этот поход значит его задача заключается в том чтобы открыть двери на восток правильно про восток окно в европу а на восток двери вы теперь я почему думаю так почему а что россия искала в европе через маленькое окошечко которую прорубает это без иронии пускай мои коллеги не примут это за беду прорубив небольшое окно в европу что просто глазеть смотреть что ли а открыв двери на восток там можно было увидеть огромные богатства вот допустим казахской степи тогда вроде как россию не интересовало помните был такой посол тефки ли в которого руляли хана младшего младшего джуза абу хаиру принявшим нельзя когда для того чтобы обозначить для своего для своей для для обозначив обозначить значимость вот приближение россии или там принятие будем литер тем языком год который тогда миссари грязь существует сделать подданными представители народ ханство казаха младшего джуза он писал так вспомните что говорил наш великий петр о казахстане там живут такой легкомысленный народ киргизы но они но это великая степь является ключом и вратами в среднюю азию мы сейчас так говорим ключевые остальные вещи но со временем выясняется вот после после петра первого это 18 19 век различные экспедиции эти экспедиции обнаружат огромные несметное богатство на территории казахстана и золото есть и железо есть различные различная руда и так далее там подобное мы они уже не говорю о том что несметное количество скота значит казахстан уже стал нужным для россии абсолютно для других моментов несомненно да и вот согласен вот этот момент но это я просто вот поднимаю мои бумаги и говорю какие документы так тогда моменты меня заинтересовали другой момент другой документ вот огромный кипа документов это народный суд обычного права киргиз например и малой орды я еще до конца не дошел еще не просмотрел я не специалист по этому вопросу но я хочу сейчас просмотреть взять для себя полезное нужное передать это специалистам которые могут заниматься то есть здесь интересный момент есть вот говорится так примерно есть суд российской империи гражданский суд и так далее там подобное но мы не привлекая привлекая всех граждан россии к признанию основного закона как мы говорим тогда на основного закона забываем о том что и были народы которые жили и творили на основе обычного права вот народный суд очень интересные моменты есть я так думаю для специалистов следует обратить внимание а возможно даже каким-то образом вот этот то что я привез опубликовать что ли издать отдельный конечно конечно это бесценный раритет теперь вот и на следующий момент хочу обратить внимание это спасибо моим коллегам нашим коллегам по петеру по санкт-петербургу особенно работники национальной библиотеки которые мне дали возможность выйти на колондаек будем так говорить это обнаруженные там так называемые труды труды оренбургской учебный ученый архивной комиссии 16 выпусков если честно сказать я где-то краем такое слышал как историк но никогда не думал что в трудах ученых оренбургской ученый архивной комиссии могли содержать быть публикации которые имеют важность и для современного периода пример вы знаете что сеть даже поможет быть приглашали специалистов где-то я к края мимолетом слышал приглашал приглашали специалистов и говорили на тему о участии казахов в войне 1812 года так так интересно ну и при этом ученые приводит пример это тогда тогда и так далее там подобное и вот в одном из выпусков выпусков я встречаю такой интересный материал как 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 участие башкиров в войне башкиры в войне русских против наполеона мы знаем что один из современников наполеона генерал марбо было касса такой написал свои мемуары и вот в его мемуарах как раз не встречаются вот эти вот моменты моменты об участии сейчас арман муратович вы немного меня не торопитесь нет нет сейчас постараюсь и и что интересно генерал марбо пишет был такой случай когда вдруг на поле брони будем так говорить появляется мы чащееся на маленьких конях садники количество их достигалось 60 тысяч человек марбо называют их башкирами и татарами но теперь-то мы знаем что для для участия в войне против наполеона россия привлекла и вооруженное формирование или мы так будем наверное годно родное ополчение образуемые на территории оренбургский генерал губернаторство там башкиры там казахи вот под татарами видимо именуется но казахи младшего жута я обращаю внимание такое интересное заключение генерала марбо я нашел его труд так я ознакомился и будем честно так говорить нужные моменты для себя как бы открыл окселил вот мне дали возможность вот сходу сейчас где-то и не найдешь нет нет но там внутри такие моменты есть марбо оказывается писал свои воспоминания уже после это где-то середина 19 века 60 70-е годы если я сейчас не ошибаюсь но он видимо начал писать еще при наполеоне свои воспоминания именуется так мемуары над оставленные генералом марбо для своих потомков и один из его потомка потом опубликовал но еще до того до того когда наполеон узнал о замыслах своего генерала он оказывается выделил энное количество денег и сказал пиши 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 но я уже утрирую вот теперь я думаю так почему наполеона заинтересовал вот небольшие нам русские о башкирах у тебя в войне войне 1812 года или войне гигантов как лейцы под лейцы кто-то 1813 год и вот впервые когда теперь уже возвращаемся к записи генерала марбо он увидел где французы встретились вот башкирами и татарами а них назвали амурами 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 почему потому что марбо говорит пишет так но отличиться начаться всадники бешено скачут на нас в руках у них кроме стрел и лука ничего нет даже у них нет пик пики и вот они приближаются нас мы открываем залп из мушкетов из оружия разгоняем их они собираются снова летят на нас пусть такая отвага такое мужество и он дали марбо и пишет так непонятно где россия набрала столько людей зачем нужно было столько татаров и монголов издали из-за москвы и он пишет такие за москвы набирать и привлекать участие в войне русских против наполеона наполеоновской армии столько расходов столько по протраченных средств для того чтобы только показать на поле боя вот этих вот скачущих всадников что ли сачуси какой-то ну здесь вы сами немного понимаете когда вы читаете или мы читаем вот таких воспоминаний как у марбо у нас действительно появляется какой-то он кире рачек зачем надо было доверять я но вот буквально я прихожу к такому случаю марбо наверное много не то что ошибался он сожалел а затем это сожаление дошло и возможно до наполеона о том что какие мощные союзники у россии были в лице татаров и мошкиров им огромное количество вот мы чаще вся людей на маленьких лошадях не нужны были для того чтобы они разгромили фланг какой-то наполеонской армии нет они нужны были для того чтобы посеять панику среди это марбо пишет приближается и на нас полетели сотни тысяч стрел обстреляли нас причем они стреляют не прямо вот чтобы папа поразить противника они пускают стрелы вверх помните вот есть такой фильм где 300 спартанцев да и вот там такой сюжет есть вот союзники персов нападает на врагов и открывает вот таким вот образом запускают стрелы на некоторых стрелах горящие смолы или там на крещике и горящие другие со свистом летят вот арман создают определенный такой звук этот момент союз страх момент не учитывает марбу что россия войне против наполеона использована древнюю тактику ведения войны кочевников внезапно налететь отойти но при этом он это описал да но красиво описывают описал отошли но ведь французы тоже же воины же им в конце до концов надоедает вот эти как бы внезапные наскоке кочевников они вслед за ними пускает своих игре и конные войска они вступают в бой естественно в этом бою башкиры катары отступают то есть но применяют древний способ до отступа привлекают и ведут за собой но они до этого сделали выполнили свою главную задачу они запустили брешь в обороне или создали брешь в обороне наполеонской армии вот эти моменты не учитывать но вообще-то конечно можно было бы долго говорит но тем не менее вот такие вот моменты очень интересно очень теперь остается самое главное я сейчас нахожусь в поиске выйти на те источники а как которые которые фигурируют выступлениях сегодня не в сайтах наших сегодня их коллег вот они называют несколько десятков люди казахов которые совершали подвиг на бородину в бородинском сражении там несколько полков которые состав состояли в составе тепчарска башкирских полков оказывать тепчары это тоже башкиры вот в марго таки пишет тепчары тоже а может быть за тепчарами стоят наши почему бы нет почему нет потому что почему потому что вот когда смотришь я нашел картины находя работая в в музе в архиве кинофото документов ленинграде там есть всадники вооруженные их называют башкирами не ничего себе маленькие лошади там такие лошади боевые и вооружение у них и пики и ружья и сабли и еще один момент когда марбо пишет о том что вот эти вот татара башкирии нападали совершали атаку у них кроме лука и стрел ничего нет но не забывает о том что кочевники никогда не расставались с одним боевым оружием это сабля или как мы раньше говорили окинаки короткие мечи то есть ближнем бою они ну да а против мушкетов ну а там это один такой момент и другой момент я уже сейчас говорил об экспедиции биковича черкасского там другие моменты есть но конечно когда мы будем говорит мы говорим о том что я там вышла и так далее там подобные и акцентирую внимание на один такой сюжет как участие казахов в войне против наполеона это не говорит о том что меня интересовал только вот этот момент и вот 16 выпусков трудов оренбургской ученой комиссии имеют такие статьи как не удавшиеся по посольство бухару поручика гавердовского в 1803 году в нашей исторической литературе я эту первый раз тоже я не слышал если честно сказать и вот пожалуйста статья такая интересно почему я не состоялась это не состоялась эта экспедиция далее далее вот интересный опять нашел статью нашел статью об это работа кастане но кастане но ты известно вот путешествие туркистад конечно а бытие права и так далее там подобные а вот как раз нашел вас башкирское войско в походе русских против наполеона надо будет автор автор говорит так первая встреча наполеона с башкирами как состоялась когда наполеон наполеон увидел на поле сражения вот этих вот армаду мчащица людей он сказал и много комбинат нельзя ли кого-нибудь из них пленить и вот марго пишет воля наполеона была исполнена или как-то правильно сказать выполнена оказались плену и вот такое сожаление вот теперь следующий момент это следующий момент первая встреча я уже сказал видите уже и здесь вот дальше участие башкир башкиров и татаров в битве гигантов колеонское сражение тут понимаете я здесь таки опять-таки обращаю внимание на такой момент как историку в лепска лепска сражение или как мы называем битве народов принимает участие войска шестой коалиции пункте истории так и первых 6 6 коле это союзники против наполеона и называет числе количество людей сколько там австрийцев сколько других и 120 называть число 127 тысяч русских а я сразу вспоминал амар боже ведь пишет о 60 тысяч башкиров и татарах половина войск когда они были здесь я не знаю пока еще не знаю все ли 60 тысяч но тем не менее они здесь были начинные количество русских это татары и башкиры именно военному да и в том числе те казахи которые состоял находили составе тепчарского полка далее можно конечно говорить много-много и на вот как открывая документы и выхожу на еще один интересный момент так тоже также не упоминаемый факт не упоминаемый в казахско-русских отношениях или это письмо неизвестного автора письмо не остро строительства железной дороги между каспийским и оральскими морями ух как интересно пожалуйста тоже начало девятнадцатого века до тысячи таких очки 1856 год на основе вернее министерство иностранных дел министерство министерство направляет письмо неизвестного автора для изучения и для вывода строительства железной дороги или как этот проект проект очень интересный для этого надо сесть имея руки руках ручку и карандаш мы говорим открытого интересный момент здесь очень много есть конечно этот проект низ не был принят почему потому что оппоненты этого проекта говорили так во первых аму дарья и сыр дарья это задача этой железной дороги заключал в том чтобы как каспийского моря до оральского моста моста построить железную дорогу там опять не усилим немного сироне будет бесплатная дорога дармовая рабочая сила лица киргиз которые не хотят работать но иногда работают ему особо большая зары заработная плата не нужно их можно заманить одни одними тремя баранами там коровами лошадьми и они будут работать правда они могут немного схитрить но найдем другие моменты легенция вот интересный момент но оппоненты сказали оказывается так нельзя этот проект за основу осуществления почему потому что допустим до касса орала дойдем выйдем на аму дарью сыр дарю здесь вот как раз не название техник есть и дальше попытаемся ведь выйти на афганистан в индию так но господа имейте ввиду до орала дошли по водному пути вышли на аму дарью сыр дарью а дальше как там же горные массивы есть поэтому этот проект нас не устраивает конечно можно было бы с этим согласиться и нужно наверное согласиться если бы одно но к этому моменту россия уже разрабатывала новую стратегию и тактику проникновение среднюю азию и вот у меня если есть то есть это был один из вариантов дополнить вариантов и вот подтверждение тому вот на обнаруженный нами материал о событиях в оренбургском крае подготовлены и экспедиции в его 1839 сорока года топировская это об этом знаем потом часто говорим двигаться но здесь один несколько моментов есть на которые следует обратить внимание поручение дается письмо было направлено касса графу пировскому пировскому вам также знакомит вы знаете что к этому будем знать о том что к этому моменту вообще политическая ситуация и в регионе и мире немного изменилось не немного изменилось в азии начинает появляться представители англии великой англии вот вы знаете что шохан валиханов был в кашгаре и вам известный факт на что обратили внимание особенно западный исследователь это судьба известного английского путешественника шлаген твейна печально закончилась реально закончилась но российских россию интересует а как он там оказался с какой целью кашгаре и почему был убит англичан интересует неизвестность куда она пропустился шохан как вы знаете шохан алиханов он довел до сведений всех что шлаген был обезглавлен до голова его было что он слишком высокомерно ввел себя и когда его представили якобы к вали хану временный правитель башкирии он сказал ты кто такой он сказал я представитель англии башку давай я такого не знаю но россии вот этот магий момент со временем становится выгодным почему потому что в средней азии внутри в составе внутри средне азиатских государств появляется раскол обнаруживается раскол бухара не признает хиву его не признает мухару как ант но хива хочет установить свое господство по всей средней азии не лыком шита и бухара почему потому что это какой древний центр столица тамерлана самарканд определенные религиозные взгляды и вот это попытку установить свое господство на на территории средней азии бухара при не хочет принимать на себя и вот конфликт и вот вот это вот строительство железной дороги мне казалось мне показалось приостановлено было совсем по другому случаю по политическим по политический момент у нас есть бухара у нас есть бухара так и пишут бухара так помогла россии так помогла россии что и и спасибо спасибо и спасибо но я опять немного утрек одним словом арман муратович поездка состоялась есть определенные моменты я сейчас сижу над статьей труды оренбургской ученых архивной комиссии и истории казахстана кроме просто там башкиры есть вот катане это обычай традиции вот обычное право казахов то есть вот этот вот комиссии образованные в конце 19 века конкретно 1857 году если я не ошибаюсь она занималась очень многими вопросами очень многими вопросами в том числе объектами изучения была и стоит политическое экономическое и социальное положение казахской степи казахской степи и читая вот эти вот документы приходишь к тому вот к такому мнению в литературе есть такой термин аллегория переводится как намек иногда как шутка но аллегорию можно конечно в литературном плане воспринимать но оказывается я вчера специально смать смотрел определение этого термина и в политическом понятии касса можно под то есть что я хочу сказать вот в трудах во всяком случае вот оренбургской ученой архивной комиссии трудах представители русской демократии 19 века 19 века в трудах ученых которые изучали казахскую степь в плане богатства природного и так далее там подобное есть определенные намеки вот как можно построить взаимоотношения начиная с начала 19 с конца 17 18 начала ведь на 15 19 века российская империя к зашалению начало полагать на силу русской армии да как определяющий фактор да почему потому что на севере война закончилась со шведами вопрос решили проблема балтики решена теперь они стали приближать просматривать проход прохождение на восток через азов каспий орал под аром даряем подобные вот это раз из другой стороны из другой стороны намек на то что правительство русское правительство не совсем находится на верном пути по решению взаимоотношений с соседними государствами сила оружия может пригодиться сегодня но сила оружия со временем потеряет свою свою влияние немного поторопился вы меня наверно я вас понял да то есть восток это не тот регион где надо применять оружие то есть это абсолютно не не единственный и не главный аргумент проводимые политики на востоке согласен понимаете когда вот вы мне подсказали один вот этим образом направлено один путь я вспомнил об одном путешественники который занимался также истории казахстана это польский демократ и революционер адольф янушкевич и вот он своих дневниках пишет об одном своем друге его фамилия ивашкевич адольф янушкевич ивашкевич янковский и так далее вот обиж вот об одном случае которые происходят с ивашкевичем он решил совершить путешествие куда-то очень короче пройтись по степям западного казахстана дорог уже не знает обычаи традиции не знает яхты и вот и к нему представляют находит путешествие путеводителя заблудились несмотря на то что казах или киргиз все знает все видите тогда остановились где-то решили переночевать утром определиться куда и как идти ночью этот путеводитель исчез исчез янушки ивашкевич остается один степи утром просыпается казах сидит у костра готовить еду тот поднимается берет плетку и наносит несколько ударов ну типа того что ты ночью убежала предал да ты мне предал казах оказывается его молча послушал и сказал дурак ты ты ничего не понимаешь если бы я хотел бы тебе передать я бы не вернулся а зачем это звонит и у оказывается вот этот и ваш кевич друг янушкевича рассказываем этот случай сожалением всегда говорил мы не знаем этот народ мы пытаемся быть их угрозами и другими методами насильствами починить их а они совсем по-другому размышляют они в нас видят не в наших вообще в любом человеке степняк не видит никогда врага но если он обнаруживает что он действительно враг его тогда он ему не прощает но если он видит со стороны чужака благосклонности или благосклонность ему он совсем по-другому поступает вот такие моменты находишь читает труды и и хочется пока это желание конечно высказать суждение касательно всех тех и казахских ученых казахстанских ученых казахских ученых российских ученых русских ученых не надо пытаться решить современные проблемы между государством я имею ввиду россии казахстан ленинским принципом красногвартирской атакой на капитал это не получится этого не получится есть своеобразный народ из древня имеющую имеющий свое отечество отечество лице степь великое это великая степь им досталась от своих предков об этом казахи никогда не забывают и если мы пытаемся объяснить тем что казахское государство сегодня становится на ноги у него какие-то там ведь какие новые амбиции это государство сейчас мол не признает свою соседнего государства россии россию это неправильное понятие и пытаться навязать такие моменты как земля не ваша территория не ваша граница ваша была определена благодаря тому-то тому-то случаем это не совсем на мой взгляд верный подход и всегда хочется говорить так господа не надо ура кричать раньше времени вы посмотрите что писали русские ученые русский исследователь об этих моментах и тогда может быть совсем по-другому до большому сожалению начиная с 19 ну где-то с начала девятнадцатого века до конца до начала двадцатого века в в позиции позиция русского правительства русского правительства была ориентирована силу оружия но это очень трудно н подход неправильный хочу сказать и тем более на сегодняшнем этапе когда у нас у всех появляется возможности оперировать апеллировать апеллировать на такие интересные труды говорит о истории казахского государства с позиции шапкозакидательства мне кажется хорошему не приведет очень хорошее заключение у меня несколько вопросов вот по поводу вашего сегодняшнего выступления ну во первых в своем последнем послании президент кассажир токаев дал четко понять что наука получит определенную поддержку со стороны государства вот в том числе и историческая наука вот видите ли вы в этом продолжение своих дальнейших исследований то есть есть как бы открываются ли вас для вас дополнительные возможности вот в развитии вот вашей тематики ну это очень интересный вопрос очень существенный вопрос я наверное на этот вопрос отвечу так во первых для возможности заниматься определенным этапом исторического истории например у меня уже есть грант определенная сумма и благодаря этому гранту я оказался в петербурге 34 года тому назад я учился в аспирантурии и теперь вот думаю так я занимался в аспирантуре конечно совсем другой темой проходил мимо трудов шоханова лихаанова игнорировал в кавычках в какой-то степени тех людей которые получали образование в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге ученые учебные заведения в которых они учились вот теперь об этом жалею и вот 30 лет моего сожаления где-то находит свою как мы будем говорить свой конец у меня появилась такая вот возможность я почему так говорю потому что вот события особенно и в том числе и развитие исторической науки привели к тому что к научным исследованиям нужно относиться очень серьезно и поэтому в своем выступлении как самостоятельность научно-исследовательских институтов их бюджет по новому будет рассматриваться и вот эти вот научные исследовательские центры в том числе и исторические должны работать очень серьезно на конечный результат вы меня поняли на конечный результат поэтому когда вот государство создает для меня для моих коллег такие условия мы должны соответственно работать и выходить на такие труды которые будут защищать интересы нашего отечества и интересы сотрудничества имею ввиду я взаимоотношения между государствами вот ну и здесь вот мы переходим ко второму логичному вопросу это касается тех вбросов наверное от государственных лиц от должностных лиц российской федерации которых они утверждают о подаренных землях о каких-то притязаниях на казахские территории вот якобы незаслуженно полученные во время распада советского союза и так далее вот то есть позволят ли ваши исследования показать какую-то вот создать позицию ученых историков казахстана вот этим лицам этим бросом спасибо опять-таки вы меня подводите под ответ на очень интересный на очень существенный вопрос во-первых результаты вот этих исследований вернее грантовой темы должна явиться монография от которой мы сейчас работаем вот группа ученых которых я назвал это будет конец следующего года насколько заинтересует наши выводы тех людей о которых вы говорите это уже время наверное покажет но для этого я абсолютно уверен уверен в том что мы должны говорить на фактах вот вы сейчас говорили тех людях которые пытаются объяснить об отсутствии указах в своей собственной территории границ и так далее там подобное помните я как-то у вас через ваш портал писал публикацию да мы публиковали об этом я хочу сказать следующим образом все те кто хочет познать сегодняшнюю истину должны находить на них научные обоснования я бы посоветовал некоторым своим коллегам российским коллегам а возможно возможно своим казахстанским коллегам читайте труды того самого известного русского историка Соловьева того самого известного историка Карамзина и так далее многих других и вы там будете находить ответ откуда и как пошла та или другая земля это не только касательно казахстана казах ну вопрос в том что будут ли они читать ведь сейчас поколение такое и время период такой что люди не читают а вот слушают что пропагандируют через экраны телевизоров через смартфоны социальные сети и так далее я согласен тогда нам не нужно создавать вернее из пустого порожню переливать вот этим товарищем нужно говорить фактами все верно и как можно больше наверное об этом говорить говорить так чтобы это звучало доступно красиво существенно разные это можно придумывать тем не менее во всяком случае смотря на тебя я опять вспоминаю те годы когда я преподавал в вузе в том числе и в том вузе где вы обучались начинали тогда назывался акмольский педагогический университет если я ошибаюсь тогда региональный университет а потом уже евразийский не то что помню я тогда пытался студентам объяснить под такой момент определитесь сначала методикой не метод методикой изучения вот тема обозначьте тему суть вопроса и ищите логические подходы разрешения вот этой вот проблемы и тогда вы будете а это будет означать тот ответ на тот допрос где вы выше говорили комплексный изучение любые проблемы без комплекса изучения или отрав основного текста преподносить это уже будет враньем ошибкой и вот последний вопрос не знаю как вы на него отреагируете да но он касается вашего выступления с частности тех материалов которые вы нашли по поводу участия казахов в отечественной войне 1812 года как мы знаем из учебников да есть несколько вот известных имен казахов крещённых казах которые были награждены потом орденами и медалями за участие в отечественной войне 12 года вот эти имена вот буквально по пальцам можно пересчитать вот но с недавних пор зиябек кабульдинов заявил о том что казахов этих событиях участвовало было гораздо больше да вот и десятками тысяч да 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 и вот недавно в социальных сетях появился такое какая-то информация о якобы событиях девяносто пятого года когда делегацию казахстана пригласили во францию и в там сказали что во французских архивах хранится информация о том что именно благодаря казахской армии конницы кутузов сумел победить наполеона и дойти до парижа вот как вы прокомментируете вот этот такой тезис да такой который прозвучал социальных сетях я не знаю корней этих информации не вижу но что вы думаете вопрос понял наверно отвечу таким вот образом во-первых без ветра говорят дыма не бывает то есть те ученые или просто любители истории которые где-то находят материал то есть где-то находят материал моя задача почему я уже говорил в петербурге ездил теперь дальнейшая моя задача в москве еще дальше моя мечта оказаться во франции и попытаться найти источники вот этих вот событий вот я выше приводил наши ученые ну многие ученые говоря об участии казахов в войне 1812 года апеллирует на марбо я свою мысль высказал да да мы ее услышали я смотрел да может быть времени не так уж много было но не тем не менее я будем так говорить пролистал попытался найти ответы на конкретные вопросы зацепиться этого нет у него у марбо записках марбо но может быть кто-то вышел на какие-то черновые записки генерала марбо это другое дело и вот теперь я хочу посетить архив внешней политики россии это в москве петербурге оказывается архив такой есть подобные политических исследований но они занимаются современными вопросами и интересовался теперь надо будет посмотреть вот надо наверное посмотреть конкретно конкретно дело или там архив бородинска событий 1812 года это нужно это очень большой труд но тем не менее попытаться найти моменты но отвечая на вопрос как бы скользь я хочу ваше внимание обратить внимание на следующий момент аренбург интересный регион это практически территория будем говорить бывших казахских ханств тогда ну почему вот аренбург стал притягательным для россии ведь есть даже момент что сам как александр второй или какой-то извините один из царей совершил путешествие пушкин писал писал свои капитанскую дочку ну вот недавно я обнаружил опять такой момент нашел петербурге за пушкиным была устроена слежка когда он посетил посещал оренбург то есть я хочу сказать о том что многие события полезны и как для россии как для казахстана происходили на территории оренбурга когда он являлся центром оренбургского края ну вот для того чтобы показать вот обоюдную полезность вот этого региона опять таки вот сошлось на это на одну из этих работ автор пишет так для того что а вот про бухару говорили то есть вернее о некоторых моментах до похода хивинского похода вот он говорит так я даже вчера записал потом вам где-нибудь покажу нужно принимать как методологию он говорит так для того чтобы понять суть вопроса мы должны от и до просмотреть записки труды и другие эпистолярные наследия всех губернаторов оренбурга если не есть если а там указывается архив возможно они если они есть понимаете то есть опять-таки мы комплексом изучения подходим и когда вы спрашиваете мне мое мнение в принципе я у меня нет и фактов опровержения того или другого случая какие доказательства да но тем не менее вот все-таки у вас прозвучало вот это это то есть что-то намекающие да 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 есть то есть мы когда ну раз вы коснулись уже в какой-то степени в какой-то степени технологии вопроса я хочу сказать так это мое личное уже суждение ошибка наших нас историков заключается в том что мы один факт из книги в книги передаю да из учебника в учебника передаю не задумываясь над тем а насколько допустим имеет основание быть этому факту поэтому вот ученые подсказывают нам ученые 19 века вот такие люди как о которых мы сейчас говорили подсказывают поаккуратнее будьте да поаккуратнее будьте государство конечно правительство может идти по кажущейся кажущемуся оптимальному пути а этот оптимальный путь не всегда оказывается правильным и верным поэтому всегда нужно в том числе и прислушиваться наверное и ко мне некоторых историков да наши скромные персоны большое спасибо я хотел бы подвести небольшое заключение к сегодняшней встрече действительно институт истории государства занимается важными вопросами которые формируют какую-то определенную линию горизонталь по которой необходимо идти как нашему государству ориентируясь политики так и обществу вот при этом вопрос отношений взаимоотношений казахстана и россии это очень важный такой момент который является важнейшим направлением нашей внешней политики да нас связывают несколько веков совместного соседства дружного дружного скажем так на и сотрудничество чем допустим говорить о каких-то претензиях обидах или еще что-то вот я думаю что исследованием глинаркевича и будущая монография будет направлена именно на это вот большое вам спасибо за то что вы уделили время поделились своими интересными находками я думаю что они будут должным образом изучены и использованы вашим исследований и с большим интересом прочитаю вашу будущую монографию я буду надеяться что хватит сил и через ваш портал попытаемся вот довести до читателей содержание вот этих вот материалов и последний момент пользуясь случаем я хочу от действительно чистого сердца вам ваши будем говорить так компании можно так назвать ну в ком порталу портал и комитету науки и министерство образования и науки которые поддерживают наш институт и находит возможности для нахождения дополнительных средств для изучения тех или иных интересных моментов как современности так и прошлой истории спасибо большое спасибо творческих успехов так и так и так и Субтитры создавал DimaTorzok